Приветствую всех зрителей у себя на канале. Друзья, сегодня я бы хотел поделиться методом, лайфхаком, можно сказать, для постройки самодельных холдеров в домашних условиях без особых вложений и затрат. Я знаю, что метод, который я чуть позже приведу, вы, в общем-то, догадались раньше всех. Еще в 2002-2003 году собрали аккумулятор с применением этой технологии. Я в это, ребята, охотно верю, можно даже не писать об этом. А для тех, кто не в курсе, я покажу, можете взять на заметку. Задача следующая. Необходимо изготовить аккумулятор для детского электромобиля с конфигурацией 3S16P, то есть три последовательно включенных блока, каждый блок из 16 параллельно включенных ячеек, при том нужно было использовать банки 18650. Они у меня полностью, все банки у меня бэушные, но перепакованные, очищенные пятачки, отсортированные, емкость, внутреннее сопротивление, все это было проверено. Стал вопрос именно связанный с тем, как их соединять. Ну, по крайней мере, три основных варианта есть. Это взять и включить их, сварить их наглухо с помощью никелевой ленты. И второй вариант, запаять их тем же способом, но при пайке необходимо учитывать то, что нужно паять быстро, аккуратно, чтобы не перегревать банки. Ну и третий метод использования холдеров. Холдеры удобны тем, что в случае проблем не нужно будет разбирать всю батарею, можно достать одну ячейку, там проверить, заменить, обслужить и поставить опять на место. Именно на этом варианте я остановился. Конечно же, можно купить холдеры с Китая, но в моем случае время было ограничено на сборку батареи, там у меня 3-4 дня, а с Китая это все идет долго. Ну и во-вторых, у меня 48 аккумуляторов и 48 нормальных холдеров, это достаточно дорого. Есть, по крайней мере, на Алиэкспресс два вида холдера, те, которые с пружинкой подешевле и те, которые нормальные, они уже подороже стоят. В итоге решил попробовать сделать нечто подобное дома, чтобы было с минимальным, так сказать, колхозом. Ну, батарея, опять же, повторюсь, довольно продвинутая, есть доступ ко всем аккумуляторам, можно по отдельности индивидуально доставать, проверять. И плюс ко всему, у меня здесь каждая ячейка через предохранительный провод будет подключена к основной токоведущей шине. Это если в случае, допустим, проблем с одной батарейкой, либо будет перегрузка какая-то, это вот предохранительная шина сгорает. Точно так, как в любых серьезных больших литиевых сборках. Значит, напечатал на 3D принтере. Кстати, для этого метода не совсем обязательно иметь 3D принтер. В общем, основной метод заключается именно в изготовлении контактов, а не корпусов. Ну, в общем, взял, нашел в интернете модельку, напечатал, здесь 16 ячеек. Но, в общем-то, если вы умеете моделировать и есть желание повторить, вот эти отверстия, прорези, да, делайте горизонтальными, а не вертикальными. Чуть позже поясню, почему. В общем, взял ту же никелевую ленту с толщиной 0,2, отрезал полоски по 3,5 см, таким образом, далее согнул P-образным способом и поставил сюда с помощью клея B7000, приклеил резинку. Кстати, клеить резинку не совсем обязательно. Резинка это на самом деле силикон от коврика для пайки необгораемого, вот он вдали находится. Но желательно использовать резинку потоньше, здесь она достаточно толстая. Взамен, конечно же, толстая резина это более плотный контакт, более хороший прижим, батарейка вот уже вставленная, никуда не вываливается, даже без дополнительной фиксации можно эксплуатировать. Вот таким вот образом выглядит, то есть вот она резинка, идет это все в прорези, здесь сгибается, эта часть уже залуживается, залуживается тоненьким проводником, рассчитанным на срабатывание сгорания при определенном токе, соединяется к основной токоведущей шине. Недостатком именно данного исполнения заключается в том, что у меня резинка довольно толстая и так просто поставить и вынуть батарейку, как в случае заводского холдера, не получится. То есть нужно приложить определенные усилия и вероятно понадобится какой-то острый предмет наподобие отверточки. И еще, когда вы вот вертикальное расположение вот этих пазов, это не совсем удобно, потому что батарейка зацепливается за острые края. Если бы они были расположены горизонтально, то со скольжением батарейка бы была установлена. Вот это тоже недостаток, можете поменять в модели, если умеете моделировать. Я этого не умею, поэтому ограничиваюсь тем, что есть. Ну, с этой штукой понятно, то есть нарезаются вот такие кубики. Кстати, можно использовать и обычный силикон, но на бескислотной основе. То есть есть силиконы на кислотной основе, они не для электроники. Ребята, частенько бывают вопросы именно в комментариях по поводу того, какой силикон, для каких целей я там использую. Когда фиксируется раньше, вот когда я этого не знал, один из зрителей достаточно давно об этом написал, что нужно обращать внимание на именно состав силикона. Если они на кислотной основе, то покрывать там платы, определенные компоненты фиксировать на платах печатных и использовать в целом совместно с металлом не советую. Крайне не рекомендую, потому что это повлечет за собой последствия. Металл будет окисляться, в случае печатных плат будут какие-то непонятные утечки. Возможно, даже замыкание. А так, в принципе, силиконы на бескислотной основе можете вполне использовать для таких целей. Обеспечивает очень хорошую амортизацию, очень надежный прижим. Это даже лучше, чем пружина, по-моему. По крайней мере, дешевая, которая на дешевых холдерах. На этом, друзья, все. Пожалуй, да, ничего не забыл. Ссылочку на модель оставлю в описании. Если данное видео вам понравилось, можете оценить его, подписаться на иные мои ресурсы. Все ссылки будут в описании. До новых встреч. Пока.